всем привет ребята сегодня веду сразу же запись на две камеры это диджей покет и на сяоми 12 проверяю как он будет вообще записывать видео позже вы можете в комментариях написать стоит ли дальше записывать ролики на сяоми 12 про час и звук и картинка будет писаться на него хочу немножко рассказать вам о том что происходит сейчас в россии тех кто не живет в россии но очень много слухов очень много новостей происходящим о том что какие там компании уходят какие сервисы отключают и расскажу в принципе насколько сейчас плохо здесь жить насколько мы страдаем и насколько нам тяжело самое основное сразу перейду к самому основному самому тяжелому самому больному что мы переживаем для меня лично это не рабочий apple pay и честно говоря объективно это вовсе не проблема но при этом это главная проблема которая есть ну исходя из этого можете оценить масштаб того ну нашего страдания в общем и насколько здесь сейчас плохо то есть да apple pay не работает приходится достать карту но я вот привык превознемогаю свои вот эти вот все страдания и делаю оплату картой ну или беру с собой например сяоми 12 про ролик о нем есть на канале купили мы его за 1300 рублей всего то есть да то есть а три штуки купил за четыре там тысячи в общем 3 12 про который стоит часто ну не дешево вот я отберу 12 про и у меня здесь отлично работает и мир pay и сбербанк и все вообще что можно только пожелать и в этом плане получается что сяомишка намного лучше чем какой-нибудь iphone 13 сейчас потому что даже любой сяоми с nfc там даст андроидом будет намного функциональнее и тут хочется действительно без шуток без шуток компании apple немножко поругать потому что просто это немножко по-свински когда люди платят вам за смартфон за определенного функционала вы потом берете просто вырезаете это означает что вашей компании нельзя доверять это значит что ну как бы типа мы заплатили за iphone с nfc с оплаты а потом ее убрали следующий раз за херами туда покупать в принципе iphone вопрос такой риторический вот все же до сих пор считаю что техника apple это классная техника кстати кока-кола тоже есть и что касается вот всех вот этих выдуманных надуманных каких-то ограничений уж на что я пессимист да но я реально думал что будет хуже ничего такого прям критического плохого не случилось сейчас на не знаю 50 или там или 70 день идет то что происходит чего-то страшного нету и вопреки всем моим ожиданиям даже цены на технику apple снизились и теперь iphone и стоит в моментах даже дешевле чем до этой специальные военные операции которые сейчас происходит на украине в общем то говоря в общем то говоря я этого даже не ожидал и если вы ролик на моем youtube канале смотрели до этого где я закупил технику apple я ее проходал практически всю вот то что вы сейчас видите 12 и сейчас еще достану 3 iphone это все что осталось у меня и я в принципе не жалею о том что это осталось потому что ну как бы я все равно дешевле купил даже чем они сейчас стоят по акциям поэтому ничего страшного нету в этом эти айфоны я не продал только потому что они мне самому нужны давайте распакуем затестим заодно камеру селмишки и посмотрим какие айфоны оставил первое самое это айфон конечно же 10s 10s у нас он тут уже лежит со стеклом с чехлом я уже его включил и даже активировал запустилась гарантия но я все еще не пользовался почему я его оставил он безумно красивый он безумно удобный безумно круто лежит в руке особенно в золотом цвете все-таки это тот самый iphone 10 который компания apple выпускала это юбилейный iphone это его улучшенная версия в золотом цвете 10s и для меня вот это прям идеальный дизайн идеальный смартфон идеальный экран 250 гигов плюс купил его за 38 тысяч за эти деньги это конечно вообще можно сказать даром цена каких-нибудь apple watch так вот его и оставил в скором времени надеюсь доберусь до него и смогу им попользоваться iphone который я действительно полюбил давайте перейдем к следующей модельки итак вскрываем iphone 12 mini да сейчас попытаюсь все таки не нарушить пленку посмотрим это у нас зелененький iphone чик на 64 гига выглядит в принципе ничего так камера селами кстати неплохо фокусируется сейчас пишем 4k 60 fps по моему 60 так вот вот наш зелененький iphone чик и честно говоря вроде бы все отлично здесь нету никаких дефектов по корпусу все хорошо 12 mini я тоже себе оставил потому что считаю на данный момент одним из самых лучших айфонов в соотношении цена-качество цены опустились теперь он стоит в районе 50 тысяч рублей снова и запалтинику шеребят извините это конкурент айфона 11 по цене но при этом он абсолютно намного лучше 11 он компакте и удобнее симпатичнее быстрее у него лучше дисплей у него лучше камера лучше фронталка у него все лучше возможность за исключением только автономности но клевать я хотел на эту автономность я не живу в двадцатом веке в пещере я сейчас на самом деле живу в современной квартире в которой полно электроэнергии на каждом углу беспроводные зарядки вчера сидели в кафешке прямо стол были встроены зарядки поэтому никакого страдания не испытываю из того что мне придется чуть-чуть где-то подзарядить айфон не сдохнем переживем и теперь самый сок это 13 айфон на данный момент тринажку я бы назвал лучшим смартфоном в принципе наверное тоже в соотношении цена-качество конечно потому что чисто объективно 13 пробует удачнее но я считаю что именно 13 айфон это тот айфон который я бы рекомендовал всем покупать потому что еще до выхода 14 есть время несмотря на то что apple типа прекратила поставки в россию айфоны легко покупаются без проблем то есть есть просто миллион магазинов которые возят серую технику которых цена еще ниже чем официальная и никаких проблем с этим нету то есть ты берешь айфон пользуешься им как обычно давайте вскроем коробочку с 13 айфоном и посмотрим на его внутри как по мне белый на сто двадцать восемь гигов тринадцатый так это вообще самый самый сок самый топ раз два вот он красавчик все мне в нем нравится и дизайн его камер и цвет и экран и не надо мне честно никаких там 120 герц на канале на моем уже выходил обзор айфона 13 про и там я вообще честно говоря не понял кайфа от этих 120 герц вообще абсолютно пользуюсь без проблем 60 герцами именно на аэс когда речь заходит об устройствах на android там до плавности на 60 герцах не хватает на вес вообще никаких проблем нету сам недавно я вот себе купил ipad air 4 который работает на 60 герцах и никаких проблем с использованием данного планшета я не вижу все работает довольно плавно шустро четко быстро то есть прям горноклассно все и переплачивать запрошку там 30 50 тысяч абсолютно не вижу смысла вот если честно хотел этот ролик снять и рассказать именно о том что изменилось в жизни вот конкретно моей любителя техники владельца своего youtube канала и на самом деле да я себя готовил к куда более серьезному более худшим изменениям и переменам я думал что все кирдыка на самом деле потому что все будет как-то серьезнее хуже но как оказалось ничего плохого нету и свое мнение о происходящем я тоже поменял потому что изначально я относился честно говоря негативно ко всему что происходит крайне остро негативно осуждал и прочее но это естественная человеческая реакция потому что когда что-то происходит необычная какая-то стрессовая ситуация человеку это некомфортно он хочет чтобы побыстрее все вернулось в свое привычное русло но жизнь такова что иногда должно что-то происходить подобное и от этого никуда не деться вот и сразу же призывая всех кто спешит с выводами и почему-то решил что за последние месяцы он стал супер разбираться в политике в том что сейчас вокруг происходит и абсолютно точно знает где белое где черное ребят не торопитесь я тоже так думал на самом деле но все мир немного сложнее не бывает белого черного бывают еще какие-то полутона расскажите как изменилась ваша жизнь за все вот время происходящего я надеюсь что я потихоньку включусь в русло и начнем наконец-то снимать уже какие-то полноценные обзоры вот так примерно записывает камера айфона айфона привычка xiaomi 12 pro можете написать в комментариях как вам качество как по мне вот все что я вижу сейчас на дисплее смартфона выглядит довольно неплохо не знаю как это будет выглядеть именно на ютубе но в принципе по моему очень классно подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки еще раз говорю это не политический канал здесь не будет много про политику больше про технику я просто сегодня рассказал вам что на самом деле не все так страшно и ничего какого-то критичного не случилось как жили так живем всем хорошего дня хорошего настроения не унывайте все будет отлично и всем пока пока и